Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня романтическая тема у нас. Так бы мне хотелось, по крайней мере, это видеть. Ну, открою сразу же секрет. Очаровательная гостья напротив меня сидит, поэтому вот романтическое у меня настроение. Да и тема, сопутствующая все же. Назвали мы ее так сегодня. «Товары для сна. Бизнес на комфорте и здоровье». Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно. И я с удовольствием представляю сегодняшнюю гостью. Это Ирина Данилина, создатель и руководитель компании «Сны и секреты». Все-таки так по-русски, да, Ир? Добрый вечер. Добрый вечер. По-русски это так, хотя есть некая интрига в написании. Дело в том, что буковка «И» латинская и с точкой, и в этом есть, опять-таки, сермязная правда жизни. Ира расскажет сегодня нам, в чем она. Эта точка как раз и говорит о том, что это секреты от Ирины. Это Ирина. То есть это твое «Я». Это мое «Я», да. И с точкой, да, твое «Я», твое. Ну что ж, это символично. Но прежде чем мы более подробно об этом поговорим, я традиционно хочу напомнить нашим слушателям, что у них, во-первых, есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать вопросы гостям. Для этого есть телефон в студии. Его номер 651099,6. Для этого же есть сайт финам.фм. Этот вопрос я вижу перед собой на мониторе и, соответственно, смогу его переадресовать Ирине. Ну что ж, давайте начнем. Ну и буквально два слова, Ир. Вот что это за бизнес? Как, собственно, ты туда пришла? Попала я в 98-м году в этот бизнес. Слово «попала». Ну, попала случайно, да, все случайно, но закономерно. И когда мне предложили... Давай так, какое образование изначально? А я много где училась. Это понятно. Вот, значит, в 90-м году ты закончила консерваторию. Консерваторию. И, между прочим, я, кстати говоря, и пела в консерватории в том числе. Во-во. Да, в Большом зале консерватории, в Малом пела. Нет, мы прекрасно знаем, что такое 90-е годы. У меня за плечами тоже, слава богу, мама не горюй. А в результате мы вот с тобой здесь встретились. Училась, да, и на бухгалтера, и на юриста, и на психолога. То есть, где я только не училась. Выбор вот этого направления, он чем был обусловлен? Так получилось, да? Абсолютно случайное предложение. В компании сидели, и ребята между собой говорят, слушай, давай, есть вот такой классный бизнес, постельное белье. Я думаю, постельное белье. Еще когда меня привели в магазин, он тогда находился в охотном ряду. Это приличный магазин какой-то. Да, но тем не менее, когда я увидела комплект, который стоил порядка тысячи долларов, я подумала, ну, я скажу так, ну, неужели есть такие люди, которые сумасшедшие, могут позволить себе потратить тысячу долларов за комплект? Это 98-й год. И тем не менее, я подумала, ну, почему мне нужно отказываться? Давай я попробую, что это такое. У тебя тогда ситуация какая-то безвыходная была, да? Да ну что вы, нет, все нормально. Ну, бывает такое, знаешь, когда вот стоишь на перепуте, работы нет, там, еще какие-то проблемы. Нет, я девушка очень деятельная, и в своей жизни и магазины открывала с одеждой, ездила в Италию и расстеляла коммуналки. Да ты что, прелесть какая. Да, и делала квартиры, дома под ключ. Это одновременно было? Смотри, ты расстелила коммуналку и сразу в Италию за одеждой. Нет, и даже машины продавала. Ну, то есть я что только не делала, правда. Здорово. А еще я была первой русской моделью, которая уехала в Америку по контракту. У нас просто сейчас другая тема. Нет, ну, про первую русскую модель тоже два слова ты расскажи обязательно. Ну, в 90-м году так получилось, что когда был первый конкурс Мисс Москва, нет, не Москва, а что там, да, Мисс Москва. Мисс Москва, наверное, 90-е годы. Да, 90-е годы. И я в этом конкурсе участвовала, и так получилось, что я уехала в Америку работать. Профессиональное образование модели получила, ну, в том числе. Круто, круто. Ну, хорошо, давай вернемся. В 98-м году я возглавила эту компанию, и мне стало вдруг интересно. Интересно справлюсь я, потому что мне всегда интересно, что я могу. Первый магазин было тяжело открыть, второй проще, третий и так далее. И это была французская компания, и 15 магазинов я открыла, и под моим крылом было 15 магазинов. И занимаюсь этим бизнесом, ну, сколько прошло, с 98-го, наверное, года три. Я подумала, а зачем мы, в общем, продвигаем французскую марку, это здорово, это классно. Но есть наш покупатель, который с удовольствием познакомится с этой темой, темой культуры сна. Наш покупатель или наш производитель? Наш покупатель, сначала, вот наш покупатель, потому что то, что я работала во французской компании, все-таки... Ориентированно было на иностранцев? Да, нет, это был бизнес класса, то есть наш покупатель для меня это вот народ, понимаете? Ну, то есть наш покупатель, это не тысяча долларов за комплект, да? Ну, конечно, ну, конечно, скромнее, если у нас человек, мы знаем, сколько получает, как он может себе позволить за такие деньги купить комплект. И таким образом родилась компания, идея создать компанию народную. Более демократичную. Совсем демократичную, да. И так у нас родилась компания Бельпостель. Расскажи два слова. В 2003 году я запускала этот бренд, и мне было очень сложно, потому что у меня было 15 магазинов французской компании, и 17 новых я запускала в Бельпостеле. То есть я работала по 28 часов в сутки. Это было, правда, очень-очень тяжело. Ну, я догадываюсь. У меня одних собеседований было какое-то немыслимое количество на сотрудников, потом их нужно было обучать. В общем, все это было очень-очень сложно. Но, тем не менее, мы это запустили, и это было здорово, потому что, ну, тот человек, который в той или иной степени интересуется одеждой для своей кровати, он знает, что такое Бельпостель. Ну, насколько я помню, я, собственно, мимо проходил неоднократно, там не только одежда для кровати. Да, уже расширили, конечно. Ну, на самом деле, это все уже сопутствующие товары, да, потому что кровать... То есть изначально ориентир был именно это, да, постельное белье, постельная принадлежность. Я вам вообще скажу, что кровать начинается с подушки. Да ты что? Даже не с матраса, не с одеяла, там, не с комплекта постельного белья. Ну, милая моя, а как же кровать и подушка? А как же спать-то тогда? Ты спать можешь и на полу, в общем, да, но вот подушка, это номер один. Как раз сегодня я с утра открыла, посмотрела, что у нас есть, какие компании, ну, то есть я знаю, какие есть, но что они на сегодняшний день предлагают. Потому что, понятно, за 14 лет я много знаю, и компании, которые после меня... Ну, и рынок изменился, наверное, за 14 лет. Конечно, он не то чтобы изменился, он трансформировался. И стало гораздо, конечно, интереснее, и рынок сегодня наполненный. У меня у самой 21 коллекция только вот пуховых изделий. Нет, в магазинах. В магазинах, да. И, конечно, клиенту очень сложно разобраться, но как одна подушка отличается от другой. И сегодня, когда я зашла на сайт 1, 2, 3, 4, и смотрю, там такой огромный выбор всего. И если компания не предлагает ни размер, ни объясняет, что там за наполнитель, ни его вес не пишет, то, мне кажется, таким образом они вводят в заблуждение клиента, потому что он покупает фактически кота в мешке. Ну, да. Ну, прямоугольная или квадратная подушка. Да. И что дальше? Вот там 100 подушек вылетает, и попробуй разберись. Хорошо, а вот в этом случае, да, если брать компании, ну, не очень квалифицированные, я так понимаю, которые не ориентируют... Они как раз очень квалифицированные. То есть они это сознательно делают. А вот у меня большой вопрос, зачем они это делают. Если кто-то нас сейчас слушает и мог бы позвонить и сказать, зачем они так делают, почему они поступают так неуважительно по отношению к клиенту, на мой взгляд, я бы с радостью услышала этот ответ. Ну, я надеюсь, да, кто-нибудь позвонит, и тем не менее, смотри, вопрос тогда. Вот если обратиться за услугами к такой компании, я как клиент, выбирая подушку, на что ориентироваться так должен? Только на цену и все, да? Ну, и размеры там наверняка. В том числе. Первое, что нужно, чтобы ты сказал, сколько ты готов потратить денег, потому что подушка может стоить и 800 рублей, ну, не у меня, но я вообще говорю, да, и, ну, предела, совершенства нет, подушка, вот у меня подушка стоит 28 тысяч. Одна штука, да, но она просто с живой птицей, это тоже есть большая разница. То есть птица проходит линьку два раза в году. Нет, просто я думаю, если у тебя купить подушку, то уже ничего не нужно больше, ни кровати, ни одеяла, ни матраса, ни простыни, ничего. Я честно говорю, да. Во-первых, поконкурировать со мной в мире мало кто может, это правда. Да, потом нет ни одного человека, ни одного моего клиента, который, встретив меня, не бросился бы на меня и не сказал, ира, ура, я наконец-то сплю, я вообще счастлив, что ты меня научил это делать. Я понял, тебе надо спать просто, да? Да, ну, правда, это чистая правда. Ты извини, мне кажется, я несколько иронизирую все-таки, потому что я еще не спал на подобных подушках. Слушай, я привыкла к этому, что люди издеваются, но до тех пор, пока ты не попробуешь, ты не сможешь понять разницу. Я тебе обещаю, что я обязательно попробую в ближайшее время, но сейчас, тем не менее, вот все-таки 28 тысяч рублей за подушку, но все-таки как-то для меня звучит так несколько... Шокирующе, да. Ну, сомнительно, хорошо. Ладно, давай вернемся, тем не менее, и мы будем говорить сейчас вот о чем, если не возражаешь. Ну, даже вот изначально, когда ты непростой путь проходил, становление в бизнесе и, в принципе, да, как этот бизнес выглядит, на что ориентируется, прежде всего, человек, который решает предлагать клиентам, да, вот подобные виды товаров? На что он ориентируется? На что он ориентируется? Да, ну, как бы сегментировать, если этот рынок, да? Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вот ты начала... Смотри как, вот на сегодняшний день, пожалуй, это даже была бы такая некая афера, если бы человек пошел в этот вопрос. Объясню почему. Потому что сегодня ситуация достаточно сложная вообще в целом, да? И люди думают о том... Экономически-то имеющийся. Экономически, да. Им скорее нужно подумать, как они выживут, да? О хлебе насущном, да, как говорят такие случаи? О хлебе насущном, конечно. Что он будет есть там сегодня вечером, да, куда его ребенок в какой детский сад попадет или школу. То есть, понятное дело, на сегодняшний день вот так широко говорить об этой теме, которой я занимаюсь, ну, достаточно сложно. Потому что это все-таки уже для людей, которые думают чуть глубже и заботятся о своей жизни чуть глубже. Более того, я раньше читала семинары, сейчас не очень это тоже стало вдруг актуально. Я начинаю всегда его с такой фразы, что вот если человек живет 80 лет, то 26, он из них спит. И после этого я задаю вопрос, можем ли мы думать о том, что это неважная часть вопроса. Как провести эти 20 лет, все правильно. 26, да. Извини, пожалуйста, сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжаем. Ну что ж, друзья, продолжаем наш сегодняшний разговор. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему товары для сна, комфорт и здоровье прежде всего. Как утверждает моя сегодняшняя гостья, в гостях Ирина Данилина, создатель, руководитель компании «Сны и секреты». Мы ушли на новости. Собственно, Ир, ты рассказывала о том, что может быть приоритетом в выборе, да? Как бы дифференцируется рынок, что за клиенты. Ты считаешь все-таки, что основа, но есть такая возможность, основа – это комфорт и здоровье как раз, да? Для меня, да. И экология, естественно. Вот в этом смысле, да, каковы, ну, наверное, стандартную фразу я произнесу, может, они очень местные, каковы современные веяния. То есть, если раньше, я вспоминаю там, да, твое далекое детство, пуховые перины, пуховые подушки, причем… Вот, вот. Да, в буквальном смысле слова, из которых перья и пух вот так вот во все стороны летели. И бабушки вскрывали вот эти перины, этот пух полоскали как раз в тазах. И что, кстати… Вот это и есть экология, правильно? Это и есть экология. Потому что если этого не делать, то практически мы… Знаешь, что очень важная вещь? Я сейчас скажу, что мы вынесли из этой бабушкиной вообще спальни. Вот кто помнит, когда ты приезжал в деревню к бабушке, что такое была вообще кровать? Это были подушечки накрытые… Да, одна на другой. Одна на другой, красиво накрахмаленные все, накрыто обязательно какой-нибудь салфеточкой. И это было почти святое место, до которого мы не могли дотрагиваться. Нам, детям, не дозволено было там скакать. Ну, то это не просто элементы декора, как сейчас скажут, нет? Нет, это действительно было святое место, потому что там много происходит таинств, которые сегодня почти утеряны. Но тем не менее. И тогда эта культура была. Почему? Потому что старый бабушкин способ на улицу всегда надо было выносить либо на солнце, либо на мороз, проветрить именно подушку, перину и одеяло. А сегодня люди вообще понятия не имеют о том, что это нужно делать. И более того, делают абсолютно круглые глаза, когда я говорю, что «А вы свою подушку или одеяло носите в химчистку?» И большое удивление, серьезно. А в машине стиральной нельзя ее? Можно. И каждый производитель дает этикетку, на которой написано, что можно. Либо химчистка, либо… Да, но все-таки постирать ты сможешь, а вот просушить у тебя нет на это возможностей. Даже если ты будешь теннисные шарики, мячики класть в сушку, если у тебя есть отдельная сушка, да, в стиральной машине или отдельный стоит автомат, все равно просушить практически невозможно, чтобы само сырье встало на место и приняло вот тот вид, который необходим. Поэтому… А вообще, кстати, подушка – это предмет личной гигиены. Его передавать нельзя ни своему там партнеру, ни там ребенку, потому что все те бактерии, которые есть у тебя, они должны, в общем, находиться только у тебя. Наташ, вот, прости, пожалуйста, я сейчас тебя слушаю и, соответственно, как бы постепенно понимаю, понимаю, почему подушку, которую можно у тебя купить, стоит 28 тысяч рублей. Я к чему веду? Мне кажется, что подавляющее большинство наших слушателей, вот эти разговоры, они как-то… Ну, опять-таки, вот они, как я сейчас, да, некоторое время назад, с иронией их слушают. Ну, реально давай смотреть на вещи. Реально смотреть. Ну, что значит не передавать подушку, если в семье, там, я не знаю, одна кровать, две подушки. Смотри, вот буквально до рекламы ты задал мне вопрос, что там нужно сегодня сделать человеку, если он хочет открыть этот бизнес. Боюсь, что я не сильно смогу быть советчиком в этом вопросе, потому что я так далеко и глубоко ушла в эту тему, что сегодня, собирая материал для книги… Ты уже пишешь книгу? Да. Я и сказки пишу, то есть люблю. Я понимаю, что не совсем сегодняшний человек готов к тому, что я говорю, потому что это действительно тонкие вещи. Мне кажется, просто, если так условно, условно квалифицировать, у тебя просто уровень другой, наверное, да? Ну, да. Ну, хорошо, а мы все-таки… Ну, конечно, если мы открываем сайт и смотрим, когда четыре ведущих производителя, и они вешают на сайт изделия, где кроме как… Размеры. Даже размера нет, а есть только вот она прямоугольная или квадратная подушка. И цена. И цена. И цена. Ну, вот как человек может разобраться, если одеяло может весить, как пачку сливочного масла, 200 грамм, и может весить килограмм 200. И вот этот разброс, вы понимаете, он бесконечен. То есть мало того, что сырье может быть разное, может быть стопроцентный пухт, может быть с содержанием пера, можно туда и опилки запихнуть, и что делают, кстати, некоторые. Ну, то есть вот… Проверить это невозможно, ведь по сути, да? Ну, можно. Одеяло срывать не будем же мы. Ну, можно на этикетку посмотреть. На этикетке есть… А не напишут, что там опилки? Нет. Если там нету этикеток, вот значит, это первый признак того, что такую подушку или одеяло, ну, точно покупать не стоит. Особенно, когда едешь за город, и по дороге стоят вот эти вот ларьки, где продают. Вот на таком спать просто запрещено. Потому что человек во время сна испаряет от пол-литра до двух литров воды. И куда эта влага уходит? Конечно, в изделии. И если у тебя там внутри непонятно что, или плохо очищенное сырье, то начинает развиваться вот этот вот самый клещ, который потом, например, будет есть твое глазное дно. Боже мой. Да, это очень глубоко, но это правда, все так и есть. И человек потеряет зрение, например. Но он об этом не думает. А потом, сколько он заплатит денег для того, чтобы… Вылечиться. Вылечиться. Все взаимосвязано. Абсолютно. То есть я еще раз подчеркну, уважаемые слушатели, собственно, сегодняшний гость Ира Данина, она говорит о том, что это не просто, да, товары для сна, банальные аксессуары, атрибуты, куда можно голову, значит, это самое… Головой нырнуть? Да, да, приложить голову уставшую, а это вещи очень важные. Я сейчас убеждаюсь, что, наверное, 28 тысяч – это еще и не предел для подушки. Хорошо, помимо подушки все-таки на что ты обратил внимание, чтобы действительно было человеку комфортно, чтобы он был здоров как можно дольше, и эти 26 лет не прошли для него даром. Ну, выбрать себе одеяло, чтобы тебе под ним было комфортно, того веса, который тебя накроет, и тебе будет под ним хорошо. Ну, тоже разные вещи, кстати. Я вспоминаю свое детство, вот у бабушки были тяжелые одеяла все-таки. Да, они ватные в основном были. Да, ватные, причем вот из лоскуточков, да, что тоже красиво, ну и так воспоминания. Ну, это уже чехол, а сырье внутри, да, естественно. Да, я понимаю. Было комфортно, вот оно тяжелое было комфортно. Ну, многие люди до сих пор приходят и говорят, вот я хочу, чтобы было потяжелее, и подушка, чтобы была потяжелее. Ну, это правильно, неправильно? Это все вопрос вкуса. Просто если вы хотите подушку потяжелее, опять же, значит, есть какие-то там секреты. Например, у меня есть подушка с секретом, если ты ее разрежешь пополам, то будет как бы желток в белке. В желток я кладу перо, то, что, в общем, нежелательно на перье спать. А сверху пух, то есть ты спишь на пухе, а внутри в этом ядре будет перо, которое безболезненно для твоего здоровья находится. То есть ты его непосредственно не касаешься, да? Не касаешься, но подушка имеет форму, она тяжеленькая, вот как любят люди, и приятная с полезным совмещается. В детстве мы с братом драли с подушками просто, видимо, в этом случае, конечно, лучше потяжелее. Конечно. Хорошо, дальше. Чехол. Кстати, очень важная вещь. Кстати, многие игнорируют ее. Ну, ладно, не многие, я игнорирую, так точно. Ну, игнорируют люди, не понимают, что сегодня целая индустрия для пухового самого изделия. Я вас все увожу в глубокие детали, чтобы все-таки клиент приходил и внимательно изучал, потому что это правда важно для здоровья. Ну, это очевидно. Так что за чехол такой? Чехол, чтобы там было правильное сплетение. Опять же, на этикетке это всегда указано. Простой, любой там производитель, который не заморачивается, а просто хочет сделать деньги на вашем здоровье, он возьмет обычную ткань с обычным сплетением и... Сплетение это в адрес ткани, да, я так понимаю? Да. Да, точно так же, как и в сырье и в самой ткани, как и для постельного, кстати, белья, существует мало того, что миллион нюансов в хлопке, где он был выращен, какой урожай, какого сорта, какая машина этот кет и каким красителем это было покрашено. Ну, это же нереально все, Ира, ну что ты говоришь? Ну, я это все знаю, мне это все интересно. Ну, ты это знаешь, а я как покупатель приду и все, я буду выяснять вот это все. Ну, вот смотри, когда ты приходишь в музей, и вот почему-то на одно произведение все хотят смотреть, а другое почему-то никто покупать не хочет. Ну, покупать ладно. Ой, покупать, любоваться не хочет, да. Я сразу мане своего любимого вспомнил. Да, да, и решил его сразу купить за пару миллиончиков, да, понятно. Мне не починуть, ага. Но нам кажется, что просто каждый может взять вот кисточку и так намалевать. Ну, может быть, да. Да, а профессионал, тот человек, который искусствовед, он знает, почему это произведение столько стоит, и почему столько людей приходит им любоваться. Да, потому что там есть какие-то вот такие вот нюансы, которые нам на поверхности не видны. Так вот, в ткани есть такие же сплетения. Сплетение может быть и 150 вот этих узелочков на квадратный сантиметр, а может быть и 1000 узелочков. То есть тут точно так же. Я как профессионал, конечно, вот рукой потрогаю и скажу. Ну, это понятно. Я на этом даже спать не смогу, потому что мое тело, оно не сможет тактильно ощутить вот эту ткань. А можно сказать так, что, ну, учитывая твой профессионализм и, так сказать, время, проведенное в этом бизнесе. В этой области, да. В этой области совершенно. Просто сделала тебя, ну, я не хочу тебя обидеть, поверь мне, но как это правильно... Принцесса на горошине. Ну, да, таким снобом тебя сделала, что ты приходишь, конечно, ты понимаешь. Ну, этот снобизм может быть в чем угодно, знаете, вот в отношении произведения искусства. Человек, понимающий, скажет, ну, что это такое, тут мне намалевали. А не понимаешь, скажет, ну, и что, смотри, вот, хорошо, хорошо. Ну, если, понимаешь, как в контексте нашего разговора сноб звучит с твоего языка сейчас, как какое-то издевательство. Ну, ладно, я не хотел тебя обидеть. Нет, нет, ты что, я вообще не умею обижаться на это про... Не про меня. Так вот, да, я, наверное, сноб. Но в хорошем смысле этого слова, они... Опять же, на все можно посмотреть. Вот у нас один стол, ты сидишь, нарисуешь его со своего угла зрения так, а я так. А стол один и тот же. Поэтому здесь, да, я сноб. Уже именно этот бизнес меня сделал такой, потому что в своей жизни я видела очень много фабрик по всему миру. И когда я приезжала со своей любознательностью, я изучала и машины, и пытала этих менеджеров, и мне очень важно было всегда, кто руководитель, чем он живет, чем он дышит, потому что от его увлечения зависит, какой он делает продукт. От его увлечения? От его увлечения, да. Увлечения делом именно, да? Нет, вообще, какие у него есть увлечения. А, помимо профессии. Да, мне вот это все обязательно важно знать. Это действительно напрямую связано с тем, что в результате получится? Да. Потому что очень забавно. Очень интересно, я бы даже сказал, но мы об этом сейчас поговорим обязательно. Сначала послушаем новости на финал. Договорились. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. На финал FM бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Ирина Данилина, создатель и руководитель компании «Сны и секреты». И, по сути, мы сейчас уже говорим о неких секретах. Абсолютно. Да. Вот мне очень понравилось, если можно, продолжи, пожалуйста, эту мысль. Когда ты была за границей и интересовалась у своих бизнес-партнеров, да, так можно сказать, какие у них хобби, какие у них увлечения. Потому что в конечном итоге ты действительно так считаешь, это может отразиться на том, что они производят. А какая связь здесь? Если человек делает просто все на П, поесть, попить и так далее. То есть для меня этот человек просто немножко скучен, мягко сказать. И он вряд ли может совершить, что-то совершенное создать. А я... Ну, а если он делает достойное, вот даже если это на П, поесть, попить... Если он просто как биологический робот поставлен, например, предпринимателем на свою должность и просто делает вот... Да, то, что ему велели. То, что ему велели. Я не про этого человека говорю. Потому что, как правило, в любой компании есть лицо, кто является двигателем вот этого самого вопроса. И по-другому никак. По-другому не может создаться ни один продукт. Ни один бизнес сегодня не может создаться. Должен кто-то быть, кто интересуется чем-то, то, что его увлекает. То есть какая-то идея, да, вот эта... Идея, да. В глобальном смысле. В глобальном смысле, да. Что-то кем-то что-то движет. Я понял. Хорошо, значит, мы продолжаем освещать набор для сна, да, набор важный. У нас осталось постельное белье еще, правильно понимаю? Ну да, еще махровые изделия. У меня есть фантастическая история с махровыми изделиями. Махровые изделия это что? Это полотенца, халаты. Халаты, да, тапочки, если хотите, простыни всевозможные. Много лет в компании World Class были мои клиенты. Но чтобы стать моими клиентами, мне пришлось, ну, здорово поработать, чтобы им объяснить. То есть как-то мы с Ольгой Слотскером встретились, и я говорю, Оля, почему ты не покупаешь у меня, например, полотенца для своих клиентов? Ведь это же так важно, когда человек выходит из спортзала, и для него что такое вообще полотенце? Чтобы моментально влага ушла с тела. То есть она говорит, Ир, ну все здорово, но мне кажется, это у тебя дорого. А у нее какие были? Вафельные, обычные вафельные? Нет, ну какие вафельные? Конечно, махровые. Махровые, но не просто махровые. Нет, у нее были обыкновенные махровые полотенца. Так, хорошо, давай опять. У тебя какие-то необыкновенные? Нет, они обыкновенные, просто они высокого качества. Высокого качества что, хлопок опять? Хлопок, да, потому что хлопок выращенный, я уже говорила о том, что он выращенный в той или иной среде. Идеальный хлопок, это, конечно, выращенный в Египте, где он выращивается без единой капли дождя именно. То есть хлопок берет воду из почвы, и тогда у него получаются совершенно другие качества. Так вот, когда я Оле начала объяснять, я говорю, Оль, понимаешь, вот, допустим, ты берешь полотенце 100 на 140, ну, например. Я говорю, и, возможно, ты не знаешь, что граммаж его, граммаж — это сколько весит полотенце. Сколько весит в граммах? Сколько весит оно в граммах, да. Я говорю, у меня это полотенце такого же размера, но оно весит в два раза больше, поэтому оно и стоит в два раза дороже. А ты, может быть, покупаешь полотенце, которое там меньше весит, и поэтому тебе кажется, что оно дешевле. То есть здесь очень много всяких нюансов. Она мне навстречу привела 19 своих сотрудников, и 19 людям мне пришлось объяснять с весами. Я поставила весы и объясняла, как нужно понять, сколько стоит полотенце, и в результате, как выяснилось, что мое полотенце даже дешевле, чем то, которое она покупает. Потому что она там покупала по 400 грамм полотенца вот одного размера, а у меня оно было 650. А самое интересное, чем плотнее полотенце, тем оно дольше служит, понимаете? То есть здесь вот правда есть... Но ты убедил ее в конечном итоге? Ну, конечно. Да, поэтому она много лет была моей клиенткой. Это здорово, это здорово. Хорошо. Тогда давай продолжим. И, собственно, вопросы традиционные я тебе буду задавать сейчас. Можем ли мы обнаружить, по крайней мере, некие тенденции с учетом российской ментальности, может быть, каких-то здесь специфических условий ведения бизнеса, и сравнить эти тенденции с зарубежными? Есть ли отличия, есть ли какие-то пересечения? Или, может быть, вообще это некорректно? Нет, полотенце, что называется, и в Африке полотенце, извини, конечно. Нет, сегодня существуют, например, коллекции постельных принадлежностей. И два раза в году самые крупные выставки, одна в Париже, другая в Германии проходит. Ну, ты их посещаешь, я извини. Раньше, да, всегда. А потом мне стало уже, ну, да, лень и неинтересно, потому что, в общем, я быстрее... По сути, это рутина, да, ну, что-то, приехали там, походили, потусовались и разъехались. Ну, вот, да, и там друг у друга, ну, конечно, там эти дизайны перехватывают, особенно любят, естественно, ну, китайцы забрать у французов, у англичан, там, да. Это нормально абсолютно, в общем. Ну, вот, есть, конечно, тенденции, есть вот эти новые дизайны, есть... Ну, давай, вот в чем ключевые отличия? Вот как российский рынок развивается, и как забугорный рынок развивается? У нас... У нас он вот именно в постельном белье никак не развивается. Вообще никак не развивается? Ну, нет, потому что все фабрики, которые у нас есть сегодня, они пока не соответствуют. Мировым стандартам. Да, ну, например, высокое качество ткани, это когда машина должна уметь ткать 2,80 в ширину, а если уже там 3,20, например, ну, это вообще нереально. У нас просто нет таких машин. У нас таких машин нет, это просто очень дорого, мало того, что купить такую машину, а потом ее еще эксплуатировать. У нас пока, к сожалению, на это нет возможностей. То есть наш рынок, если вот с этой точки зрения смотреть, он ориентирован на более простые, безызысков, что называется. Безызысков, да. Вот именно так и правильно вы сказали. Я понял. Я понял, хорошо. В таком случае, кто же клиенты, если мы ориентированы на безызысков? Все. Все? Да. Это узкий, очень узкий круг людей, которые вникают в этот вопрос, в вопрос культуры сна, которые готовы за это платить деньги и понимают, что это просто их здоровье. Понятно. То есть опять те самые избранные все же в какой-то степени? И да, и нет. Потому что есть люди, которые со средним достатком, но попав, например, ко мне, на лекцию, например, на мою лекцию или прочитав мое интервью где-то, они приходят и выбирают просто оптимальный вариант, то, что цена, качество. Они вкладывают в это деньги и фактически они вкладывают, опять же, в себя, в свое здоровье. То есть главное все-таки вот это понимать, да? Когда мы говорим о подушках, об одеялах, о простынях и так далее, мы не ведем речь просто о наборе каких-то, так сказать, опций для сна. Мы говорим именно о великих, о главных для себя вещах, связанных со своим здоровьем. Абсолютно верно. Скажи мне, пожалуйста, насколько рынок вот этих услуг, ну, в данном случае, да, мы говорим сейчас, о продаже, наверное, да, не о производстве все же, о продаже. О продаже, производство на сегодняшний день, вот у нас сегодня здорово производство, развитое производство, именно вот подушки одеяла они выпускать уже умеют наши. Они наши производители. Наши производители умеют уже это делать и делают это с достоинством, это правда. Вот с постельным бельем пока еще не видел ничего. Причем с достоинством, я так понимаю, что на уровне мировых стандартов. На уровне, на уровне мировых стандартов, да, абсолютно так и есть. А вот с постельным бельем пока еще нет. Пока еще нет. И махровые изделия, пока я не видела, чтобы у нас кто-то делал с достоинством. В таком случае, вот еще раз повторю, насколько насыщен рынок, насколько он конкурентоспособен, ну для тебя лично. У тебя есть вообще конкуренты, чтобы так вот расталкивали тебя плечами и говорили, а мы-то круче, у нас-то лучше. У меня нет конкурентов. У тебя нет, то есть ты себя вольготно чувствуешь. Ну да. Но здесь, понимаете, как бизнес, он ведь состоит не только из одного продукта. Это и качество обслуживания, и то, что мой продавец рассказывает покупателю. Это же все важно. Не так, как ты открыл интернет, посмотрел, подушка 3,5 тысячи рублей. О, беру. А что она там, из чего она, опилки там зашиты, или там, например, птица просто плохо, ее сырье плохо помыто. Потому что, если нарушен, например, процесс, то, конечно, изделие становится гораздо дешевле. А чтобы помыть хорошо сырье, его нужно 7 раз помыть. Вот стоят огромные машины, которые это все моют. А его помыли там 2-3 раза всего лишь. Ну, можно и так сократить путь и удешевить изделие. И люди потом спят на этом. Ну, мне кажется, все-таки, я не знаю, согласишься или нет, что вот подобные предложения, они основаны все-таки именно на отсутствии культуры, да? Абсолютно, да. Абсолютно так и есть. К сожалению. К огромному моему сожалению. Хорошо, давай, давай. Давай мы об этом поговорим серьезно сейчас, собственно, времени немного, а потом продолжим уже после новостей, наверное. Очень часто мы обсуждаем различные отрасли бизнеса. Ну, и уж не говоря о том, что в сухом остатке, это следующая программа бизнес-класса нашего, да? Мы говорим о культуре, ну, например, финансовой, да, населения, инвестиционной идеи. И каждый раз практически вот в 90% из 100 эта фраза звучит так. Отсутствие этой культуры. Отсутствие ее. То есть люди живут вот так, делают вот так. Почему? Потому что они просто не знают этого. Ну, давай будем говорить о том, чем занимаешься ты. Как эту культуру привить? Я считаю, что должны на это, на уровне правительства просто обратить внимание. Потому что если сегодня... Это как образование. Это то, вот образование и культура сна, это то, что мы должны первоначально развивать. Причем я знаю, как это сделать. Поделишься? Ну, конечно. Ну, например, детям делать, разукрашивать, разукрашки делать. То есть с самого раннего... С самого детства. Вот как говорят, что вот французы с таким вкусом. И прививается вкус с молоком матери. Вот здесь нужно именно так делать. Потому что если мы сегодня научим людей, например, культуре сна, и образовательная система будет у нас развита, то завтра мы избежим очень многих вопросов. Реально. То есть вообще все наши люди, мы станем просто крепче. Нам не нужно будет столько болеть. И не нужно будет развивать здравоохранение в такой именно масштабной... Ну, то есть это вот звенья одной цепи ведь получается, да? Абсолютно. Что мы сейчас говорим именно о проблемах здравоохранения, здоровья и так далее. Об этом просто забываем. Мы об этом не то, что не забываем. Мы об этом почему-то не знаем. Не знаю. Мы не знаем об этом, но это правда. Так и есть. Я понял. Ну, хорошо, смотри. Ну, такая глобальная история, связанная с тем, что это на уровне правительства может быть... Но это не очень реально, мне кажется. Гораздо реальнее то, что сейчас кто-то услышит наш эфир и, естественно, сделает выводы. Ну, а вот промежуточный какой-то этап между вот этим минимумом, который мы сегодня принесли людям, да? Счастье людям ты принесла. И этим несбыточным пока еще этапом, когда на уровне правительства это будет замечено. Вот что в промежуточном? В промежуточном я могу только лишь посоветовать вот всем тем слушателям, которые сегодня нас слышат, и чтобы они задумались над тем вопросом, что когда они идут спать, на чем они спят, как они спят. Если они вдруг захотели к этому вопросу отнестись чуть глубже, когда они придут в магазин, чтобы они посмотрели просто элементарно на этикетке, что там написано. Если этикеток нет, пусть они вообще это не покупают. Прямо так. Ну, это понятно. Если этикеток нет, тогда обязательно что-то вот такое. Да, значит, там что-то зашито, то, на чем спать просто не стоит. Подпольное. Ну, учитывая, что все-таки знания у тебя в этом вопросе есть, вот зарубежный опыт с точки зрения привить культуру сна, как он выглядит. Есть ли там, может быть, какие-то обучающие мероприятия, есть ли там программы? Ты знаешь, там это как, вот я не знаю, как то, что ты пьешь воду, как то, что ты... Ну, это опять ты говоришь, что с волоком матери что-то. Они ничего для этого не делают. У них это просто само собой... Само собой не бывает. Значит, они когда-то это делали, правильно? Как это само собой? Ну, если это было там условно 100 или 120 лет назад, ну, вот компанию французскую, которую я здесь возглавляла много лет, ей было уже тогда 150 лет, о чем мы говорим. То есть у них есть исторические корни просто. Ну, конечно, и им не нужно ничего сегодня делать, их просто знают все. И знают, что такое культура сна. Они понимают, что завтра им не нужно будет ничего делать, просто потому что... Переживать по этому поводу. Переживать по этому поводу. Они ко сну относятся с глубочайшим уважением. О Швейцарии, о Японии. Вообще японцы помешаны просто на сне. То есть если вы когда-то видели их репортажи, они не строят там дом, а у них вот какие-то спальные мешки. Но вот на спальный мешок они готовы потратить колоссальные деньги. Это интересно про спальный мешок. Сейчас мы слушаем новости еще раз, а потом поговорим еще на эту тему. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш эфир. Напомню, это бизнес-класс на Финам. Я Олег Дмитриев обсуждаем тему бизнеса комфорта и здоровья. Я даже уже бизнес боюсь произносить, потому что меня убедили в том, что то, о чем сегодня речь, товары до сна, это не просто красивые ассессуары, это прежде всего забота о своем здоровье. Это так. А убедила меня моя сегодняшняя гостья Ирина Данилина, создатель, руководитель компании «Сны и секреты». «Сны и секреты». Вспоминаю я старый фильм, помню, что «Сны и сновидение» была такая. «Сны и секреты». Мы закончили про японцев. Да, расскажи, пожалуйста, интересно, как спальные мешки у них там. У них спальные мешки, да, и японцы, я считаю, что номер один продвинут именно в культуре сна, они понимают, что у них есть всего там 4 часа для сна, и они должны его максимально провести. А почему у них 4 часа? Ну, я условно говорю. А, понятно. Да, ну, они же такие трудоголики, в общем, и спят, наверное, меньше всего. Поэтому и такое внимание уделяет именно культуре сна. Они могут купить одеяло, например, за 50 тысяч евро, просто потому что... За 50 тысяч евро одеяло? Боже мой. Даже такое есть, например... Может, они в складчину это делают? Человек на 20. Нет. И спят все вместе по ним. Если я вам сейчас, Олег, скажу, что просто такое одеяло моется структурированной водой, то это, конечно, уже за грани будет звучать здесь, да. Но, тем не менее, да, так оно и есть. Понятно. Я понял. Ну, ладно. Вела вас уже абсолютно в тупик. В транс уже, конечно. Теперь я буду просто после эфира думать, а как жить не дальше? Спать я, видимо, совсем перестану, потому что возможности за 50 тысяч евро купить одеяло у меня и нет. У меня таких нет. Я просто знаю, что они в природе существуют. А спать под тем одеялом, который сейчас, уже просто бессмысленно. Это моему организму явно не помогает. Давай вот о чем поговорим. За эфиром, кстати, да. Мы начали эту тему обсуждать. Тема, касаемая законодательства. Ну, даже речь идет не о законодательстве, регулирующем именно бизнес этот. Я думаю, что это обычные законодательства. Товары и услуги продают. И особо сертифицировать там тоже, наверное, ничего не надо. Или все-таки... Ну, как же, очень даже много всего надо. А вот особенно, когда был, например, птичий гриб, повально. Сколько вообще было... Ну, я уже там конечный продавец, да. То есть меня это не очень коснулось. Но производители это здорово коснулось. Потому что было очень много проверок. И закрывали предприятия в том числе. Ну, подожди. Что, значит, тебя не коснулось? Вот ты продаешь изделия, внутри которых птичий перо, правильно? Да. Но ко мне с этим вопросом что приходить? Я же продаю от производителя. Ну, то есть у тебя уже есть, да, все разрешения? Ну, у меня, конечно, обязательно... Я не могу, не имею права поставить продукт на полке. Ну, тем не менее, прийти к тебе и проверить там, да, Ир? Ну-ка, чем ты торгуешь? А есть разрешение? А есть сертифик? Ну-ка, давай-давай, покажи. Ну, на каждом изделии есть этикетка, в которой все черным по белому написано. И, то есть, каждый продукт, он уже с фабрики... То есть, фабрика не имеет права выпустить изделия без вот этого... Ну, да, непроверенно. Кстати, интересно, вот если говорить о продажах, то есть, что касается именно твоего бизнеса. Вот в то время или в те времена... Потому что несколько раз, да, было там у нас то птичий, то какой-то свиной, я помню. Да-да-да, было всякое разное. Да-да-да, чего только не было. Плошной гриб кругом. Так вот, что касается твоего бизнеса. Каким-то образом ты это чувствовала, отражалась это на продажах? Конечно, да. Идет всеобщая паника. Очень быстро распространяется паника. Как она выглядит? Все отказываются сразу от... Да, отказываются. Люди перестают приходить в магазины. Кстати говоря, и до сих пор вот эта волна есть. То есть, какой-то процент приходит и начинает... Вот сегодня буквально у меня был разговор с клиентом. Он говорит, нет, ну что вы, я вот сплю на синтетике. Да-да-да. Потому что она безопасна. А что она безопасна. Ну, это самое смешное, что можно услышать. Синтетика безопасна, действительно. Даже мне непосвященному звучит это прям по ушам режется. Не говоря о том, что в разы быстрее там плодится всевозможный микроб, который существует, чем в натуральном сырье. Сырье просто нужно, чтобы было хорошо очищено. Нужно доверять продавцу в магазине, в котором вы покупаете. Ну да, это очевидно. Ну, давай, тем не менее, коснемся вот этой истории, о которой ты начала рассказывать. Значит, речь идет о... Мои права не защищены, да, в интеллектуальной собственности. Я ничего в этом вопросе сделать, к сожалению, не могу, потому что создавая каждое изделие, на это может уйти до полугода. И пока я его создаю, вот уже создала. Делаю заказ на первую партию, чтобы поступила ко мне в салон. И смотрю, уже фабрика сделала такие же изделия мои, но отправила в свои точки продаж. То есть, конечно, мне грустно. С одной стороны, здорово. А тут, конечно, у меня есть юристы. Только как я могу здесь что сделать? Ну, что я могу здесь сделать? Если я его только создала, я не успела еще даже прописать ничего. Нет, ну я думаю, если квалифицированный юрист, наверное, что бы могли бы подсказать. Нет, Аняка. У меня есть юристы очень высокого качества, да, и поверьте, пока ничего сделать невозможно. Ну, тогда надо быть осмотрительней, наверное. Я, извини, уж рекомендации давать не могу, я не в материале. У меня еще один к тебе вопрос. Вот поскольку наша программа бизнес-класс, то есть подразумевается, что наши слушатели могут заинтересоваться, действительно, попробуй себя в этом направлении. Как ты думаешь, у них есть такая возможность? То есть рынок плотный или все-таки есть возможность еще? Есть. Есть? Сто процентов есть, да. То есть если кто-то вдруг сейчас из слушателей радиостанции захочет открыть такой бизнес, сто процентов смело идите, и вы сможете заработать на этом деньги. Инвестиции большие нужны туда? Нет. Ну, опять же, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Ну, вот ты начинала, когда ты говорила, ты открывала там сразу десятки магазинов. Ну, они, может быть, не сразу, не одновременно, но последовательно. У тебя уже был базис какой-то, правильно? А вот сейчас, если с нуля это поднимать? Ну, смотри, Олег, все зависит от того, что, ну, даже элементарно, площадь. Площадь может быть в Новогиреево, да, где там, я не знаю, сегодня рынок, я знаю, сколько сегодня в центре стоит. Ну, то есть это уже в зависимости от того, где ты будешь открывать магазин. Дальше мебель. Мебель, в том числе оборудование, я имею в виду. Можно сделать из дерева, можно из пластика сделать, можно из металла. Да, сегодня материалов немыслимое количество. Сам товар, какого класса ты хочешь взять. То есть просчитать это все элементарно. Смотри, ну, логично выглядит так, смотри. Я, ну, вот по твоей рекомендации начинаю с помещения. И понимаю, что не потяну и только в Новогиреево я смогу арендовать там. Логично ли, что у меня мебель будет соответствующего класса новогиреевского? Очень хорошо. Логично ли, что я буду, а уже непосредственно говоря о товарах, которые я буду предлагать людям, они будут, соответственно, тоже ориентированы на некие средние... До трех тысяч рублей, конечно. Больше и не стоит там ставить цифру. В Новогиреево-то, да? Ну, я думаю, да. То есть там не появится подушка за два... извини, конечно. Еще раз, за 28 тысяч рублей в Новогиреево подушке делать нечего. Нет, я думаю, что тот человек, который каким-то образом оказался, что он там живет и может себе позволить купить такую подушку, он может просто приехать в центр и купить ее у меня. Я думаю, ему это будет несложно. Абсолютно. Потом, извини, уж такой психологический момент, да? Если человек имеет возможность купить подушку за 28 тысяч рублей, он даже в Новогиреево, ему как-то, наверное, неловко покупать ее будет, нет? Ну да, наверное. Есть такое дело. Кстати, вот эта вот психологическая тонкость, это, ну, опять избитая такая формулировка. Слушай, ну ты все время говоришь 28 тысяч, это я говорю про самую лучшую подушку, но у меня есть и по 3,5 тысячи. Ну и слава богу. Ну а то клиент сейчас послушает и скажет, нет, я к ней не пойду. Мы изначально же дифференцировались. Мы говорим, что есть вот для такого достатка, но это правильно, правильно? Это нормально. Мы не можем говорить, что мы вот такие все из себя крутые и предлагаем только такие вещи. Но тем не менее, вот я вернусь к вопросу, такой есть стереотип, да, мы говорим о некой ментальности все время, да, ну вот, ословленной на... Ну сегодня оно актуально, да. Психология, да. Актуально это? Как ты это на себе ощущаешь? То есть к тебе приходят люди определенного склада или... Ну да, у меня другой клиент, конечно, это люди, которые... Он такой, да, он любит поморщиться, он любит... Разный, но буквально через 10 минут любой клиент, какой бы ни был, он уже разговаривает по-другому, потому что он видит, что перед ним стоят не просто там продавцы, а я действительно специалист и могу рассказать очень много всего полезного для твоего здоровья. Ну то, что ты-то можешь, это я вижу, а вот те люди, которые у тебя работают, и в этом связи, опять, если можно, не очень длинно, есть проблема кадров у тебя вот в этом бизнесе? Ну вот на сегодня нет, но вообще сложно подготовить продавца, да, для того, чтобы он вникал вот настолько с таким же углубленным интересом, как я. Но у меня есть специальный учебник, созданный мною, и этот учебник каждый, кто ко мне приходит на работу, он должен не просто изучить, а я потом сама лично человека муштрую по этому учебнику. Ну это нормально, ты же его на работу принимаешь. Конечно. А у нас, я так понимаю, в России, как минимум, нет специализированного какого-то, ну если не учебного заведения, то специализированного факультета в каком-то учебном заведении? К сожалению, нет, но было бы здорово, если бы это было, да. Я, кстати говоря, когда было 15 магазинов французского постельного белья, 17 бель-постели, то есть у меня там порядка 200 человек в подчинении было, я как раз подумала о том, что стоит открыть вот такой центр по подготовке таких кадров, и это было бы здорово. Но я ушла из этих компаний, из той, из другой. Я думаю, что просто тогда очень устала. Ну понятно. Ну значит, в любом случае это в перспективе. Кстати, учитывая, да, программа потихонечку закругляется наша, о перспективах, каковы, на твой взгляд, будущее этого бизнеса, я имею в виду, да, вот то, о чем мы говорили, насколько ты позитивно на это смотришь, ну и, собственно, твои личные планы. Смотри, сама культура сна, она актуальна, она актуальна и сегодня. Другой вопрос, что если было больше производств, вот, что было бы здорово, то тогда бы конкуренция была бы более живая. Не то, что у нас сегодня есть 4, ну максимум 5 производств, на которых можно заказывать качественные изделия. А вот если бы были производства, тогда, тогда бы уже было бы много интересней. Потому что это продукт, который необходим каждому. Это так, ну вот ты как видишь, они, производства эти будут увеличиваться, будут расти? Я мечтаю об этом. Мечтаешь? Я мечтаю об этом. Но есть ли объективные какие-то предпосылки? Потому что вот ты же смотришь, к тебе приходят люди, их становится больше, они становятся более привередливы. И ты говоришь, да, да, вот так будет развиваться эта отрасль, значит у нас появятся и вот эти станки по 3, сколько там, 3,20, 3,80? Ну, ширина 2,80, да, 3,20. Ну, это постельное белье, да. Ну, вот, ну, сегодня я хотя бы, чтобы подушки и одеяло бы выпускали, потому что это первоначально важнее для здоровья. Хорошо. Ира, огромное тебе спасибо, уважаемые слушатели. В гостях сегодня была Ирина Данилина, создатель и руководитель компании «Сные секреты». Мы говорили сегодня о товарах для сна. И все, что я хотел бы сейчас подчеркнуть, прощаясь с вами, уважаемые слушатели, то, что это не просто товары для сна, это не просто атрибуты для сна, это ваш комфорт и ваше здоровье. Будьте здоровы, всего хорошего, успехов в бизнесе.